Всем привет! Сегодня 27 июля, Московская область. Хочу вам показать свои цветники. Сейчас вы видите миксбордер ривьера. Он располагается вдоль всего забора и вдоль фасада дома. Создавала я его весной 2020 года. Также просили показать чабрец вечно зеленый ползучий, как выглядит после цветения. Вот он красавчик. Мне очень нравится этот почвопокровник. Он образует зеленую подушку, хорошо забивает сорняк и разрастается тоже довольно-таки быстро. Зацвела у меня в этом году первый раз крупнолистная гортензия. Сорт называется Solong Rose. Красивый у нее нежно-розовый соцветие. Это сорт ремонтантный. Практически зацвел у меня на побегах текущего года. Потому что мне прошлогодние побеги не удалось сохранить. И вот такая красавица. И еще одна гортензия Solong Sunny. Мне так кажется, или они очень между собой похожи. Возможно, что это, наверное, один сорт. Но вообще я покупала как Solong Sunny. Одну соцветие выдал. Но тоже очень даже красиво. Очень рада. Ждала, когда же она зацветет. Также у меня здесь в кашпо высажена гортензия низкорослая для патио. Сорт сейчас не скажу. Подпишу. Тоже уже на бутонок. Вторая гортензия в кашпо у меня пропала. Почему-то не знаю, что случилось. Цветет Вероника. Хосты. Довольники часто задают вопрос, как растут у меня хосты. На солнце или в тени. Смотрите, у меня вдоль фасада дома эта часть цветника на полном солнце до трех часов. Потом после трех падает тень от дома. То есть практически на полном солнце у меня хосты и растет. Лабелия выращивала из семян. Обрезала лаванду. Летняя обрезка соцветий. Плюс формирование самих кустов. На штампе сосна. Это у меня лесенница пиндула на штампе плакучей формы. Там тоже Вероника. Но ярко-розового цвета. Набирает уже и цветет метельчатая гортензия. В этом году я не производила летнюю обрезку. Формирование вот как есть. Соцветий много, но они мелкие. Только весенние обрезка у меня была. Это лесенница на штампе плакучей формы. Стив Виппер. Также уже отцветает хаутюния. Она цветет белыми мелкими цветочками. И большая такая желтая тычинка. В этом году в июне были заморозки. Она у меня полегла, потому что хаутюния очень чувствительная к заморозкам. Но ничего, она отошла, вышла. Лист у нее как у светофора. Два вида есть хаутюния, как у меня, вот трехцветная. А есть еще лист зеленый, а кайма бордового цвета. Покупала вот такой сорт, но у меня появился еще один, вот этот сорт. Тоже красивый пачево-покровник. Примерно 10-15 сантиметров в высоту. Гортензии метельчатые. Леатрисы уже набивают бутоны. Это белого цвета. Здесь высажена по бордюру лаванда Майтед Стрейн. Я ее не обрезала, оставила для самосева. Гортензии. Это корник листницы на штамбе. Видите, я ее не обрезала. Вот такая размахайка. На заднем плане это скальные можжевельники Блю и Роу. А между ними растет мискантус. Не знаю, в этом году зацветет или нет. Также у меня есть еще крупнолистные гортензии. Сорт, я не знаю, по-моему, Три сестры называется. Я покупала в прошлом году у Натальи. По-моему, она у нее называется Наталья Старостина, что ли. Три куста брала. Ель голубая на штамбе, на очень низком штамбе. Здесь лаванда Майтед Стрейн. Есть у меня еще такое растение. Называется Традисканция Рубра. Мне ее подарили. Такое двойственное, как сказать, у меня отношение к этому цветку. Цветет, не сказать, что красиво, но интересные такие узкие игольчатые листья. Растет, посадила. Значит, здесь уже цветет. Это древовидная гортензия Стронконнабель. Зацветает Перовский. Посмотрите, какой куст. Тоже отходила очень плохо из зимы. Не то, что вышла из зимы на хорошо, но вот июньские заморозки повредили. Но ничего, она отошла. Цветет таким лавандовым цветом. Воздушное такое цветение, очень красивое. Вот если сорвать листик и потереть между пальцами, то у нее аромат, знаете, такой камфорно-пряный. Очень, очень прям такой насыщенный аромат. Это, если вы помните, я выращивала из семян физостигия белая. Вот остался один цветок из всех. Так, что... Сосна горная. Там у меня уже со своего черенка это гортензия метельчатая. Гортензия метельчатая фантом. Смотрите тоже, какие соцветия. Это крупная гортензия. Вот, формировала я ее. Она у меня вообще на ножке. Вот эту поросль мне нужно будет убрать. Видите, такая нога. Довольно-таки уже взрослое растение. Здесь у меня вся мелкотня. Вот еще одна гортензия крупнолистная от Натальи. И вот тоже от Натальи. Лилия тоже. Некоторые цветают. Некоторые зацветают. Вот розовая. Перовский еще одна. Тибрец. Я его рассаживаю. Видите, у меня уже такие зеленые куртины, чтобы закрывала землю, чтобы земля не была голая. Вот. Лаванда. Это лапчатка. Там у меня на заднем плане это высаженные скальные можжевельники Blue и Row. Здесь я лаванду тоже не срезала. Оставила для красоты, для поддержки цветения роз. У меня небольшой розарий. Здесь всего лишь три розы. Красная, желтая и бело-абрикосовая. И на заднем плане в поддержку веники. Гвоздика перистая. Это я посадила у меня, вы знаете, пропала ива. Хакура-нишики на штамбе. В этом году она почему-то не вышла из зимы, хотя два года у меня здесь росла. Это вот новое растение, молодое. В ногах у него растут хосты. Вот как раз-таки они находятся на полном солнце. Рядом растет будлея Давида. Нравится мне это растение. У этого сорта нежно-сиреневые метелки. Очень нежный такой вкусный аромат. Вышло из зимы хорошо. Вторую зиму уже у меня растет. Но вот эти температурные перепады, конечно, сказались. Я думала, совсем пропадет растение, но ничего, а все отошло. Хорошо растет. Это лапчатка второй сорт. Это новое растение я посадила. Дербеник ивоволисный. Понравились мне эти соцветия. Это уже метелками. Красивый цвет. Я люблю такие цвета в саду. Вот они хосты. Тоже по бордюру. Растут на полном солнце. Можжевельник, стелющийся. Грин карпет. Это гортензия. Самарская лидия. Вот так она выглядит. Барбарис. Желтое пятно. Это можжевельники. Посередине туя смаракт. Я веду ее на шарик. Подстригаю. Баданы. Здесь лаванда тоже необрезанная. Это гортензия. Скайфол. Вот так она выглядит. Одно соцветие. Такое крупное. Просто огромное. Почему-то в этом году плохо вышло из зимы. Именно это гортензия. Второй куст Будлея Давида. Видите? Совсем другой сорт. Более высокий. Размашистый. Из-за ураганового ветра три огромные ветки были сломаны. Тоже набирает цвет. Цвет у нее темно-темно-сиреневый. Очень красивый. Тоже имеет нежный аромат. Очень вкусный. Бабочки на ней постоянно сидят. Любят это растение. Это моя любимая гортензия. Пинки-винки. Я обожаю эту гортензию. За вот эти красивые крупные соцветия. Эти шапки, метелки. Вообще великолепная гортензия. Она розовеет. Тоже ее формирую. На небольшой ножке. Это крупная гортензия. Здесь у меня пихта Северлок. В этом году шишек совсем чуть-чуть и надала. Вот они. В прошлом году было побольше. Красивая пихта. Тоже можжевельники. На заднем плане это Мискантус. Здесь хотела вырезать это Блюмон. На опоре у меня растет. Но не стала, потому что она отошла. Из-за зелени я ее оставила. Она хорошо плетает. Образует зеленую такую стену. Но цветения, конечно, нет. Это лаванда не обрезанная. Хосты. Это метельчатая гортензия уже со своего черенка. Вот так выглядит миксбордер Ривьера в конце июля. Значит, от Ивы до конца этого миксбордера здесь застелен укромный материал. И сверху застелена перепревшая конская подстилка большим слоем. Начиная от Ивы и туда дальше вдоль фасада дома. Там голая земля и на нее постелена та же самая конская подстилка. Вот так выглядит миксбордер Ривьера. Это на штамбе, я вам не сказала, на штамбе шелковицы. Штамб небольшой, метр пятьдесят примерно. И здесь у меня гнездо, где сидят воробушки. Это я сплела сама из искусственного ротанга. Вот такие красавцы у меня теперь здесь живут. Ну, это цветник каменный цветок. Я его создавала весной 2022 года. Здесь обрамление камень, как и у миксбордера Ривьера. Застелена на голую землю подстилка конская, а сверху это кора лиственницы. Этот цветник неровной формы, имеет три вершины. Вот на первой вершине здесь корыто каменная, где высажены зимостойкие кактусы. Это опунция. Нужно мне ее уже проредить, эту опунцию. Снять вот эти сегменты, укоренить. Распускаются уже и цветут. Это лиатрисы. Там у меня были белые, а это сиренево-розовые. Подушки камнеломки. Это матрона. Покупала. Как матрону сорт. Также высаживала и лобелию. Выращивала семян. Здесь у меня все почвопокровные. Очень много. Это такие разных цветов. И голубые, и желтые отчитки. Это тоже отчиток. Это золотая звезда. Почвопокровный можжевельник. Литл джим. Ель колючая. Очень много у меня камнеломок разных цветов. Выращивала сама из семян. Вот такие шапки. Мне очень нравится этот почвопокровный. Почвопокровный хоста растет. Здесь вторая вершина. Растут в основном каменные розы. Также расположена корыта каменная. Вероники. Лилии. Сейчас вам скажу. Это лилия. Сорт Даймикс. Это Ла Гибрид. Красивая очень лилия. Насыщенного свекольного цвета. И имеет тонкий-тонкий аромат. Вот такая красавица. Обильно очень цвела. Уже отцветает, конечно. Также куртинки. Камнеломки. Гвоздика. Которая я выращивала в прошлом году. Из семян. Она дает самосев и сама всходит. Это роза. Красная. Посмотрите, тоже какая красивая. Это та роза, которую продают в магазинах на 8 марта. Она у меня уже растет 4 года. Это зацвела уже гайларди. Смотрите, какая она красавица. Выращивала в этом году из семян. И в этот же год она зацвела. Образует вот такой куст набитый. Очень красивая и зелень, и цветок. Яркий. Очень мне нравится. Здесь также лилия белая. И сибирия. Это восточная лилия. Выращивала из семян овсяницу голубую. Отчитков у меня очень много. Почелпокровных. Обрезала абриета. Тоже выращивала из семян. Цвела очень обильно, красиво. Здесь туя. Смараг. Тоже веду ее на шарики. Там есть небольшая ножка. Ее не видно. Вот она абриета. Повторно цветет. Абриета у меня разных цветов. Вот тоже пучелпокровные. Смотрите, вот такая еще гайлардия. Я смесь высаживала. Вот два цвета у меня. Красивое растение. Мне понравилось. Тоже здесь, видите, у меня везде абриета. Обрезаны колокольчики. Уже отцвели. Это вот я сейчас нахожусь на третьей вершине. Колокольчик выращивала в прошлом году. Из семян. Буду собирать семена. Вот кому нужны будут семена, я смогу вам их продать. Это белый. Здесь мышанка шаловидная. Смотрите, она повторно цветет. Тоже пытаюсь с нее снять семена. Это трудоемкое занятие. Но я уже одну ампулу собрала. Вот так вот. Вот они, гайлардии красавицы. Это лаванда. Почвопокровные. Тоже растения. Колокольчиков у меня очень много. Есть вот такой еще колокольчик. Смотрите, какая нежнятина. Она очень маленький, красивый цвет такой. Там высаживала тоже однолетник. Сальвия. Недавно только ее обрезала. И она повторно цветет. Вот стоит только обрезать, а цвет отцвели, которые веточки, сразу начинает цвести. Очень красивый цвет и очень красивое растение. Здесь колокольчик. Там был белый, а здесь уже вот такой нежный фиолетовый. Красиво цветает. Это ель колючий брунек. Голубая. Ну вот, в принципе, и все. У меня здесь очень много повторяющихся растений. Смотрите, повторно цветет камнеломка. Вот, видите, у меня ее много. Вот такие маленькие. Есть у меня еще камнеломка вот такая. Плетена листная. Это новинка этого года. Разрастается хорошо. Есть камнеломка еще вот такая. Тоже цвела. У меня несколько видов камнеломок. Хочу вам показать еще печеночницу, которую в этом году высаживала. Вот так она разрастается. Вот она. Растается. Если помню, кто видел, как я ее высаживала, это была просто верхушка вот такого растения. Очень маленькая. Разрастается. Все хорошо. Здесь у меня разбитый кувшин. Растет каменная роза. Вот такая у меня еще камнеломка. Там чабрец. Вот так выглядит цветник. Каменный цветок. Там у меня пихта растет. И там ель сербская. Ну и еще один цветник. Это Венера. В прошлом году я его создавала. Здесь такой он простенький. Каменная отсыпка. Под камнем находится укромной материал, чтобы трава не росла. Здесь корыта, где высажены кактусы. Это от моего подписчика подарок. Вот такие они, видите, длинные. А здесь я выращивала, это кактус. Это не кактус, это педиокактус. Вот из семян. Он растет, знаете, таким круглый. Это круглый кактус. Каменные розы. Здесь чабрец. Отсчиток. Лаванда. Несколько кусок высажены. И два куста розы. Очень красивая роза. Нижно-белая. Белая. С персиковым таким. Такой серединкой. И вот такая роза. Она обильно очень цветла. Это уже отцветает. Будет повторное цветение. Я все обрезала. На заднем плане это мискантусы. А здесь у меня отошла все-таки гортензия. Помните, я вам говорила, что у нас все пропало-пропало. Хорошо, что я ее не выкопала. В общем, она отошла. И вот дала такие приросты хорошие. Это минжулип. И несколько кустов лаванды. Здесь у меня располагается арка. Вот такая. Здесь высажена лиственница на штамбе. На очень низком штамбе. И я ее буду пускать по вот этой арке. И она будет образовать, образует мне такую ширму. Две арки. Вот они. И на обеих лиственницы. Выглядеть это будет вот так. Проход в зону теплиц. А здесь проход в зону, возможно, когда-нибудь в зону гаража. Вот таким образом. Ну, в этом году посмотрите, что я еще сделала. Вот такая картина. Красивая. Внизу это корзины из натуральной лозы. А здесь уже, ну, здесь уже отцвела. Сейчас повторно отсидет вот такая пеларгония. Красивая была белая. И здесь еще у меня уже так отцветает. Что-то за сорняк вылез. Отцветает флокс однолетний. Такой красивый. Вот такая картина. Живая в саду. Также просили показать, что у меня растет в горшках. В этом году у меня немного горшков. Эти горшки высокие. Я их плела сама. Здесь растет калибруха. Но вид у нее уже конец июня. Июля, вы сами понимаете, уже не очень хороший. Но вот такие шапки. Считаю, все равно еще красиво. Обрезать я не буду, потому что мы уедем. И все равно ухаживать за ней некому. Такая красота. Тоже в высоком кашпо плетеном. Сейчас вам еще покажу. Это перец острый в горшке. Смотрите, какие черные листья. Цветет на конец, какие он зацвел. Я так понимаю, что это сорт поздний. Вот такие цветочки у него беленькие. Это еще одно кашпо. С калибруха. Вот такая шапка красивая. А здесь высажена. Ух, я забыла, как называется. Смотрите, какой красивый. Вот на видео отсвечивает фиолетовый цвет. А вообще это нежно-нежная голубая лобелия. Вспомнила, как называется. И вот еще у меня горшок с лобелии. Тоже в этом году из семян. На подставке. Это как раз тот горшок, где пропала метельчатая гортензия. Вот, в принципе, все мои цветники. Еще один есть возле забора, но он такой неприметный. Там несколько, вот я вам покажу, там несколько просто растет барбарисов, несколько роз и по бордюру лаванда. Вот такая красота у меня в этом году. Год сложный, честно вам скажу, потому что погода в Московской области, да и во многих регионах, как я вижу, смотрю, тоже плохая погода. У нас то было в июне, в начале заморские, все испортилось, потом жуткая жара неделю, а потом опять холод. Холод очень сильный, дожди практически каждый день. Мы, в принципе, особо, дети только два раза в озере искупались. Все, а так мы ходим в легких куртках. Вот представьте себе, ночи вообще холодные. У меня на сегодня все, я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь и заходите в Telegram канал, там тоже довольно-таки интересно, идет общение. Там я выкладываю короткие ролики, которые на YouTube не показываю. Там мне проще быстро снять, показать вам, поделиться чем-то. Вы тоже делитесь фотографиями и комментариями. Так что заходите, подписывайтесь обязательно, мне будет это очень приятно. А я вам желаю еще раз всего хорошего и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok